В эфире Народная славянская радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Китай-город – один из наиболее сильно изменившихся за последние сто лет районов Москвы. Что здесь можно было увидеть еще в конце 19 века? В музее Москвы проходит выставка, посвященная прошлому Китай-города, откуда за последний век исчезли торговые ряды, Китай-городская стена и исторический район Зарядье. Цифровые модели утраченных зданий были созданы на базе обмеров, планов, фотоматериалов и чертежей. В рамках выставки запланированы лекции, дискуссии и пешеходные экскурсии. Выставка работает до 30 ноября. Вторник, среда, пятница, воскресенье с 10.00 до 20.00. Четверг с 11.00 до 20.00. Адрес музея Москвы. Бульвар Зубовский, дом 2. Ближайшее метро. Парк культуры. В Москве в Музее декоративно-прикладного и народного искусства можно увидеть работы участников конкурса молодых художников. Конкурс проводится благотворительным фондом «Помощь отечественному искусству». В числе авторов учащиеся и выпускники российских художественных школ и мастерских. На их картинах и рисунках запечатлены квартира Михаила Булгакова на Патриарших прудах, усадьба и дача Антона Чехова в Мелехово и Крыму, дом Владимира Маяковского, Пушкинская ясная поляна и другие места, связанные с жизнью и творчеством русских писателей. В демонстрируемых на выставке произведениях чувствуется глубокое уважение художников к академическим традициям. Время работы выставки с 18 ноября по 4 декабря Понедельник, среда, пятница, воскресенье с 10.00 до 18.00 Четверг с 10.00 до 21.00 Суббота с 12.00 до 20.00 Адрес музея декоративно-прикладного и народного искусства Улица Делегатская, дом 3 Ближайшее метро, Цветной бульвар, Новослободская, Маяковская Продолжим артефактами земель славянских На Волыне найдена печать князя Рюрика На пластине изображены святые Михаил и Василий Надписи выполнены кириллицей Артефакт найден у озера Пулемецкое Близи села Пульма В Шацком районе Специалисты относят находку к XIII веку Когда князь Рюрик Ростиславович владел Волынскими землями Директор краеведческого музея Александр Стопюк Отметил, что благодаря публикации в сети интернет неизвестного автора Дело пошло в научный оборот И, возможно, печать станет музейным экспонатом Северная часть села Пульма обследуется археологами уже несколько последних лет За этот период было получено большое количество археологических материалов Среди которых керамика, украшения, оружие и предметы торговли Датируются вещи по-разному От I веков н.э. до XX века Найденная печать явилась отличным дополнением к уже опубликованным археологическим материалам Археологи из Шведского университета Лунда Обнаружили на дне Балтийского моря следы древнего поселения Ученые нашли на глубине 20 метров орудия труда и рыболовные сети эпохи мезолита Возраст одной из самых древних находок Кирки из рога лося более 9 тысяч лет Сообщает научный портал университета Ученые пришли к выводу, что главным промыслом жителей этого поселения была ловля рыбы Впервые следы человеческого поселения в районе залива Хани у берегов Швеции Были обнаружены в 2010 году Во время первой экспедиции исследователей в этот район Однако установить точное местонахождение следов поселения удалось только сейчас В связи с изменением уровня моря Археологи продолжают изучать эту местность Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях В Москве в музее Константина Васильева 26 ноября состоится премьера фильма «Календарь» После показа можно будет пообщаться с режиссером и творческой группой А также с народными коллективами «Беседушка из Москвы» и «Красава из Кострова» Которые участвовали в создании кинофильма В репертуаре песни и пляски московской губернии Все желающие могут поплясать на вечерке Адрес мероприятия Город Москва Улица Череповецкая Дом 36 Начало 18.30 В Москве 23 ноября Можно посетить мастер-класс по раскрытию природного голоса Место проведения Метро Новокузнецкая Средний Овчинниковский переулок Дом 3 Начало в 19 часов Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте В Москве 25 ноября Эво-клуб «Свои тропки» проводит занятия по практическому травоведению Где можно узнать много нового и интересного о растениях, полезных для человека О травяном и цветочном чае О косметике и страв О вкусных блюдах из диких растений Об основных способах оздоровления с помощью целительных сил матушки природы Занятия пройдут по адресу Город Москва Метро Спортивное Лужники Улица Хамовнический вал Дом 28 Начало 19.00 В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю 22 ноября Вторник Автостоп победит зло Автор соведущий Виктор Аспидов 23 ноября Среда Тайна имени Ивана Грозного Часть 1 Автор Зелена Тара 24 ноября Четверг Развитие интуитивного сознания Автор соведущий Владимир Анатольевич Лукашенко Начало эфиров 20.00 Время Московское Каждую пятницу 12 часов по московскому времени В эфир выходит 100 заказов И повторяется в 3 часа в субботу По дальневосточному времени в 21.00 в пятницу И повтором в 5 и в 12 часов в субботу Вы можете поделиться хорошим настроением Передав теплые слова и красивую песню добрым людям Напоминаем Если вы считаете, что в вашем регионе Произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира Присылайте свои сообщения в редакцию радио Вместе сделаем мир лучше Желаем всем добра Добра Народное славянское радио Все нужно Все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова